всем привет с вами ростик санищий всем богачам и нищикам привет сегодня хотел рассказать о истории это случилось со мной и моим работникам о том вообще расскажу про эту историю и о том как это закончилось все заходит очень далеко три года назад когда я делал видео про биржу гейтаем я платил 1000 рублей или 1100 а для даже платил вот так 1000 рублей сразу или 1200 рублей в конце месяца вы убираете так вот за каждое видео то есть это с отопление сценария озвучка монтаж и премию оплатил 1200 рублей учитывая что тайминг должен был быть от 4 до 5 минут если больше то лучше и соответственно кто-то да соглашался на такие условия это были мои знакомые с университета знакомые моих знакомых потому что я помню я решил так что мне нужно было тогда много монтажеров действительно и саму мне бы довольно сложно искать я предложил вот так 100 рублей или 200 рублей за каждое сделанное видео человеком допустим ты привел человека он сделал 20 видосов ты получаешь там 100 на 20 там понимаешь до 2000 рублей ну вот тип такого я придумал у меня стало в один моментом 87 монтажеров и я тут понимаю мне один человек делает все отлично делает видосы все по кафе я плачу и тут у меня пишет кто-то в телеграме здравствуйте а это вы снимаете видео про криптовалюту на ю тубе это ваш канал говорю ну да что что вы что-то хотели и он говорит да да там я просто делал видео на каком-то как сайт по фрилансу то есть вот это чай который делал видео за косарь он за 500 рублей данил кого-то человеке на фрилансе то ли он с казахстана с дальних краев то ли я не помню где-то примерно оттуда да я такой интересно и вообще чтобы вы сделали на моем месте я просто взял и такой надо просто подумать просто подумать и я списалась с ним мы договорились что мне будет за 700 рублей делать видео рубеже гейт а и это и тот же кто его как-то так мы с ним работаем то есть он притом скажем так с небольшими конечно косяками но делает ты сначала он пытался нейро сетями допустим делать звуки я ему сказал да ладно делай видосы самая озвучивай сам у него небольшой акцент не это нормально тогда же прикольнее будет даже не то что тушь на короче мы еще посмотреть по листе гейт а я там у него конечно голос тоже смешной просто акцент но я прокалял с этого то есть как бы нормально нормально делай бро ему там даже иногда бабки закидывать когда мне премию выписали такой бро почему будете тоже не выписал премию то есть ему там даже помню в раза два-три ему закидывал бабки укс в плюс типа сверху к тому же должен был потом у нас не был совместный проекты по кукой ну то есть есть такое амбассадорские программу бирж раньше такой был допустим у больниц самом начале они платили допустим по 100 долларов за видео с ними я участвовал в таком закончилась да но периодически такое возникает у других берешь у да да в случае это было у кукой нам они платили всем кто делал видео он english на английском и я уж что просто это тоже как условно знаете когда пони заработок и прикол то есть я на максимально таком франшем английском языке я говорю на английском соус соу может быть два лет назад я говорю что это плохо в этот момент это хорошо английский два лет назад это плохо английский То есть, если ты сейчас на английском говорил, фигово, тогда это было максимально, так себе, зато я помню, как на Кукойне было, Spotlight, Spotlight, что это такое, даже не помню, но смотрел просто транскрипции, это очень слабый, и вот так вот фанчику делал озвучки на 4 минуты, он делал фанчик, и мы делали видосы про Кукойн, но это прикол, вы можете посмотреть в плейлисте на моем YouTube-канале, не до сих пор плейлист на английском Кукойна, вы убираете? И так вот, о таком главном английском говорил, и оболчал с этого какие-то деньги, да, не слишком большие, но по кайфу было, да, и тут мы с ним смекнули, что можно сделать вообще левые нулевые каналы, туда залить Кукойн, все отправить просто с рандомного аккаунта, и залутать бэбки, и мы с ним и так делали, и летали, по Кукойну мы даже договорились на процент с ним, то есть, ну смотрите, как мы, чтобы вы понимали, он не сделал видосов 23, нет, по гейту он не сделал только 30 видосов и 170, а это даже больше, чем 30, по Кукойну мы с ним сделали больше, ну-ка, ну-ка, ну, где-то больше 25 видосов он на English, и, может быть, мы с ним работаем, у нас доверительные отношения, мы общаемся с ним, то есть, все отлично, да, казалось бы, что может быть не так, я же забыл, что может быть не так, выбирайте, и я думаю, в тот момент, что было бы неплохо сделать английский канал, и на этом заработать, то есть, условно, как мы делали с Кукойном, но только через другую темку, да, то есть, почему нет, почему нет, я думаю, так, здесь английский канал, это все как-то туда-сюда, потом я у него спрашиваю, ты имеешь на английском же делать, а он до этого же делал на Кукойном мы с ним делали, я у него спрашиваю, а можешь сделать, чтобы English было very well, что произношение, он говорит, все, мы найдем дикторов, у нас все будет круто, и действительно, там дикторы стоят недорого, а мы нашли прям идеальную нейронку, которую прям, ну, не отличишь, короче, ну, соус-соу, или дикторов, вообще не помню, то есть, все у нас было нормально, это было, то есть, у нас была интересная проблема, это с диктором, и мы ее быстро устранили, да, и я у него спросил, там, хочет ли он так же по проценту работать, а там был небольшой лаг, то есть, канал должен попросить прибыль, ну, через месяц, условно, там, может, через два, ну, я думаю, что-то 300 баксов, то есть, вот, какие работы нужно было сделать, нужно было заплатить 300 баксов, ему, да, за работу, соответственно, там, это и диктор, все, короче, и сознание, я думаю, что там мне 300 баксов лень тратить, вот у меня есть два друга, мы же им будут это сказать, и чтобы они по сотке вкинули, и я по сотке, и думаю, а почему нет, почему, почему, почему нет, просто это было, знаете, как параллельная активность, когда мы делаем и гейтайо, 10 монтажеров, и все такое, просто, почему не попробовать, и притом, то есть, я ему доверял, но настолько доверял, то есть, он попросил там что-то половину денег перевести вначале, чтобы он там оплатил дикторов, вот эти вот чечняги, при том, что мы с ним до этого много работаем, до сих пор ему поступают заказы на гейтайо, то есть, ну, как бы ему выгодно снорбой, он получил деньги, да, соответственно, что идет дальше? Он получает половину денег, какие-то сто пятьдесят баксов, да, когда он может со мной продолжить работать и больше заработать, и он просто пропадает, удаляет всю переписку в ТГ, то ли он пишет, что он куда-то переезжает, что ему деньги нужно были за квартиру заплатить, то ли еще какую-то чнягу, я уже не помню, что это было три года назад, но, что я могу понять из истории, что все может случиться, полагаться нужно только на себя, всегда рассчитывать риск, что что-то может пойти не так, всегда понимать, что люди, с которыми вы общаетесь в интернете, это люди из интернета, то есть, ну, хотя бы, допустим, кого я знаю в жизни, доверия будет больше, то есть, в идеале, своими работники в жизни, не переводить предоплату, пока ничего не сделано, но, опять же, кто мог представить, прикиньте, вы с чем, сколько, месяцев шесть работаете, то есть, мы такие приколюхи с ним делали, я подумал, что на превью было бы славно, если бы была девушка из каких-то фильмов, скажем так, для взрослых, и он делал вот эти превью, то есть, он дешево брал, и опять же, может, сказался его молодой возраст, еще что-то сказалось, но всегда думайте, с кем вы работаете, что-что может пойти не так, что-то этого не должно зависеть в вашу жизнь, в идеале, как-то так, спасибо всем за просмотр, приходите в мой ТГ канал, я еще на отдыхе, блин, конечно, камера у меня гениальная, так вот, ТГ, рассказываю, что сейчас делаю, ну, вообще, просто не потеряйтесь, поставьте лайки, комментарии, напишите историю, может, у вас было какие-то моменты, ну, как-то так, спасибо, спасибо, спасибо,